Мы знаем, вы слушаете Радио Болтком. Секреты профессии. Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше, потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом. То, что происходит за сценой. Вот это закулись, то, что там происходит, я говорю, боже мой. Все это в программе «Культурная среда» с Еленой Приваловой на Радио Болтком. Ходите на концерты классической музыки? Всем доброго дня. Пока Елена Привалова за пределами гастролирует, выступает за пределами Латвии, я подменю ее вот на этом выпуске «Культурной среды» Олег Пека в студии. И сегодня мы поговорим как раз-таки об очень ярком, интересном событии, которое порадует наверняка всех любителей классической музыки, органной музыки, потому что начинается уже в это воскресенье фестиваль исторических органов, который пройдет в шестой раз. И сегодня в нашей студии художественный руководитель фестиваля и органистка Илона Биргеля. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Вот Латвия – страна, земля органов, такой вот как бы девиз этого фестиваля. И действительно ли много у нас в нашей стране органов по сравнению, например, ну вот с нашими соседями? Да, действительно, Латвия – земля органов. У нас очень много органов в церквях, особенно исторических органов. Ну, более, скажем, трехсот. И вот этот фестиваль исторических органов посвящен именно этим органам. Мы хотим показать и слушателям, насколько разнообразны у нас исторические органы. И вот в этом фестивале будут проходить по всей Латвии целых девять концертов с изумительными лучшими органистами и солистами Латвии. И не только латвийские органисты будут участвовать у нас. Будет в гостях тоже шведский органист, один из лучших в мире – Ханс Ула Эриксон. – Что из этих девяти концертов? Я понимаю, сейчас мы пройдемся по конкретно каждому концерту. Но перед тем, как мы начнем разбирать афишу, получается так, что каждый ли год какие-то новые органы открываются. Ну, то есть я понимаю, что шестой год, всего органов триста, ну, более трехсот церквей с органами. Получается ли так, что каждый год фестиваль выбирает какие-то другие места для проведения? – Наш фестиваль проходит в разных местах, в разных городах. Но бывают тоже особенные инструменты, когда мы возвращаемся каждый год в одно и то же место. Это, скажем, особенное место у нас, конечно, Угалы. Там у нас самый старинный инструмент из 1701 года. И там фестиваль проходит каждый год. Но мы ищем места, где инструменты реставрированы уже. И там мы уже эти концерты проводим. – Можно ли сказать, что этот фестиваль несет и не только культурную, но и такую очень важную миссию, как привлечение внимания к тем инструментам, которые еще не были отреставрированы, и таким образом, чтобы все время напоминать о том, что они нуждаются в реставрации? – Конечно. Мы ведь знаем, если у нас есть скрипка, скажем, с 1860 года, тогда, конечно, это очень важно ее сохранить и за ней ухаживать. И то же самое и с органами, историческими нашими органами, которых у нас в Латвии очень много. И именно, скажем, в Лутеранской церкви Балгала, в Курзаме, тоже есть такой же самый инструмент с 1860 года. И этот инструмент реставрирован, и вот в нашем фестивале 12 июня будет звучать, ну, скажем, заново. – Отреставрированный уже. – Отреставрированный, да. Я, может быть, расскажу немножко о программе. – Конечно. – Открытие будет 5 июня. – То есть это вот уже совсем… – Уже этого воскресенья всех приглашаем в Смилтонес Лутеранской церкви в 2 часа. Буду играть я со своей коллегой, которая мне очень тоже помогает в организации фестиваля, с Дианой Яунзами-Портной в органном дуэте «Рига органум дуо» и вместе с ударными, изумительным музыкантом Вирджиния Лаубевитиня. И мы предлагаем очень интересную музыку с классической музыкой до тоже латвийской органной музыки. И будет даже одна премьера. Композитор Рихард Залепин написал именно нам произведение «Санта Пакс». Вот, ну, это открытие не только открытие фестиваля, это будет тоже открытие органа после реставрации. Этого исторического инструмента тоже буквально на днях реставрировал очень наш хороший мастер Алвес Мелбардис. И он зазвучит, как сказать, заново. А что значит реставрация? Это нужно заменять какие-то детали? Нужно ли их каким-то образом прочищать или просто разбирать и собирать заново орган? Это целый комплекс. Реставрация органа – это очень-очень сложное дело. Я даже боюсь что-то поподробнее рассказать. Это не только ощущение труб. очень много, как сказать, деталей, которые надо возобновить заново. И это действительно очень-очень комплексная работа. И занимает не только там месяцы, но даже и годы. Ну вот вы упомянули латвийскую органную музыку, которая прозвучит. А много ли действительно произведений, которые писали латвийские композиторы для органа? Довольно много, довольно действительно много. Латвийские композиторы очень любят орган. И мы очень рады, что композитор Рихард Залюпе написал нам произведение. В этом фестивале будет звучать очень много латвийской органной музыки. Не только для органа, но для органа со скрипкой, для органа с саксофоном. У нас в фестивале будут очень разнообразные программы. И мы постараемся показать орган с очень разными инструментами. Насколько интересно звучит этот инструмент с саксофоном, с гуслями, с электронной гитарой, с ударными, в органном дуэте, конечно, с голосом. Мы пригласили участвовать в этом фестивале тоже очень самых лучших солистов из нашей национальной оперы, как, скажем, Инга Шлюбовска, тоже Виктория Пакалнецца будет. Ну, очень-очень большая программа. Ну, вот мы поговорили о концерте «Открытие». А что будет дальше? В какие дни еще другие? Второй концерт я уже упомянула. 12 июня в 13.00. Мы всех ждем на открытии после реставрации исторического органа в Лутеранской церкви в Балгале. Буду играть я вместе со скрипачкой Паула Шумана. И мы будем играть Баха, латышских композиторов, Петри Сфаскс. И очень знаменитую музыку, как бы из нее, Дарзиня, меланхолический вальс. Третий концерт будет 28 июня в 19.00. И этот концерт будет в Риге. Всем добро пожаловать в церкви римско-католической, в церкви Святого Франциска. Я очень люблю эту церковь. Я иду на эту церковь на богослужение. И когда я слушаю этот орган, мне очень хотелось подарить для этой церкви красивый концерт. Там концертов академической музыки не так много, но церковь очень-очень красивая. И орган тоже исторический. Эмил Мартин, Краанс. И там действительно можно исполнять очень разную музыку. Я там буду играть вместе с сопрано Илзе Грэвела Скарайне, с гусли Анда Эглэйте. Будет участвовать тоже скрипачка Паула Шуумане. И мы будем исполнять очень красивую музыку для органа с этими инструментами. Четвертый концерт. Четвертый. Пошли дальше. Этот концерт я хочу особенно подчеркнуть. В этом концерте в Угале, я уже говорила, будет участвовать знаменитый профессор-органист Ханс Улла Эриксон из Швеции. Из Швеции, да. Он будет играть на самом старинном органе в Латвии из 1701 года. И он будет не только давать концерт, но он будет давать и мастер-класс для профессиональных органистов. 1 июля в 11 часов и 15 минут мы начинаем мастер-класс. Но мы приглашаем всех слушателей на этот мастер-класс, не только музыкантов, но всех желающих послушать, как уникальный педагог работает с нашими латвийскими органистами. Мы позаботились, чтобы в этот мастер-класс был бы видеотрансляция, потому что у этого органа очень мало места, и там действительно все не совместятся, поэтому в зале есть возможность слушать, как он работает, он будет говорить в микрофоне, и в экране можно будет все детально видеть и слушать, как он работает с музыкой Баха, именно Оргл-Бюхлайн. Больше информации вы можете найти о концерте ЛВ, там можно тоже и произвести билеты на этот мастер-класс, а концерт в 19 часов 00 будет бесплатно за пожертвование. Все добро пожаловать послушать этот уникальный инструмент в исполнении Хансу Лериксон, где он будет исполнять тоже именно вот эту музыку Баха, Оргл-Бюхлайн. И для профессиональных музыкантов, очевидно, это нужно заранее записываться или уже там все записывалось? Конечно, мы просим всех записываться. Информацию можно найти в нашем фейсбук-сайте исторических органов в Астрийской Эрдель, в Сватке, в Латвии Эрдельземе или о концерт ЛВ. Да. И я еще хочу дальше рассказать о концертах. Конечно, конечно, потому что мы пока только четвертые, это половина еще из девяти. 2 июля, буквально на следующий день, в Ямпе Балги, в церкви Святого Тома, мы ждем нашу знаменитую органистку Илзе Рейне с сопрано Йоланта Стрикайте Лапене. Они будут исполнять музыку Моцарта, и не только музыку Моцарта, и латышских композиторов. Будет очень красивая лирическая программа у исторического инструмента Штейнмайер, который единственный в Латвии у нас. Хотя в Германии можно найти, конечно, его инструменты, но в Латвии у нас единственное, вот можно послушать его звучание. Каждый инструмент, он очень разный, и у каждого есть свои краски, свои тембры. И даже если исполняется одна и та же музыка, то она у каждого органа звучит по-разному. И это действительно, ну, очень интересно. Да, ну, тогда... Я просто вот сейчас открыл о концерт.в, как раз смотрю, что здесь действительно есть вся информация, и если кто-то уже хочет приобрести билеты, то сделать это очень всё просто. Здесь вот расписаны все концерты, и буквально одним нажатием клавиши вы можете... Да. Да. Ну, дальше мы едем в Латгалию. 16 июля в 16 часов в Балвы, в Луцеранской церкви, будет играть моя коллега-органистка, очень хороший музыкант Диана Яунзамепортная, и у неё будет интересная компания, будет играть с арфой Эва Шаблоуска и с сопрано Виктория Пакалнецца. Будет тоже премьера. Композитор Рихард Дубра, наш знаменитый композитор, написал произведение именно для сопрано, арфы и органа. Приятно, когда возможность услышать в первый раз произведение. Да, но очень хорошо то, что эти премьеры происходят не только в Риге, но и в Балвы, Смилтоне, что можно эти премьеры послушать не только в Ламу Голи. В Лиге, но и действительно это возможность, может быть, для кого-то, приехав пораньше или уехав попозже, посмотреть эти места, может быть, какие-то интересные достопримечательности вокруг этой церкви. В связи с этим у меня вопрос, каким образом, ну, если вот за эти годы уже, каким образом добираться, то есть вот есть ли какое-то, ну, сообщение, может быть, есть люди, у которых нету личного транспорта, но которые бы очень хотели посетить эти концерты, как это можно решить? Ну, мы будем смотреть. У нас была даже когда-то такая... Мы даже организовали автобусы, например, на Угалы. Мы будем смотреть. Если будет очень большой интерес, тогда мы, конечно, не оставим слушателей без концертов. Свяжитесь, пожалуйста, с нами. Хорошо. Вот мы уже приближаемся. Осталось у нас седьмой, восьмой и девятой концерты. Да. Семнадцатого июля в церкви, в Добэле, в Лутеранская церковь, будет играть одна из лучших органистков в Латвии, Лариса Церкова, и она будет играть вместе с нашим саксофонистом, который, я думаю, знают все, Айгорсом Рауманисом. У них тоже очень интересная программа. Будем слушать орган с саксофоном. Двадцать четвертого июля в Мау, в Алмера, в тринадцать часов, ждем вас, жду я вместе с электронной гитарой. Вот это неожиданный, конечно, такой. Исторический орган мастера Ладегаст будет звучать вместе с электронной гитарой. Будет действительно очень интересно. Мне эта программа... Арманс Алкснес, да? Это очень нравится. Да, Арманс Алкснес. Будем играть его музыку, и тоже будет премьера. Композитор Платон Буровицкий написал для нас оригинальную музыку именно для органа и электронной гитары. Интересно, он не так давно был у нас, и как раз говорил о том, что он работает над произведением, премьера которого состоится в этом году. Может быть, он как раз имел в виду это? Ну, возможно, с нетерпением ждем музыку. И завершится фестиваль тоже в Латгалии. Это мое любимое место. Виляка, Римская католическая церковь в Виляке. И там будет играть органистка Эди Ите Алпе вместе с нашим сопрано Инга Шлюбовска. Будет очень красивая программа. Добро пожаловать. Я понимаю, что ехать довольно далеко, но это того стоит, потому что изумительная церковь с прекрасной акустикой и прекрасным историческим органом. И в программе можно будет послушать и Баха, и Генделя, и Марчелло, Буэллы, и Гуно, Тосты, Вагнера. Мы приглашаем всех. Я хочу сказать, что все эти концерты за пожертвования церквям, они бесплатно. Приглашаем всех, чтобы всем латвийским слушателям была бы возможность послушать наши исторические инструменты. И этот проект возродился благодаря нашему Государственному культурному фонду. Большое спасибо ему. И очень-очень благодарим за поддержку О-концерт организации. Действительно, они нам помогают из информации. И мы будем очень рады, что наши концерты можно будет не только слышать и видеть. Некоторые концерты будут сорганизованы на видеотрансляции. А где можно будет эту трансляцию посмотреть? Трансляция будет уже в открытии в Смилтоне, в Риге, 28 июня, в Церкви Святого Франциска будет видеотрансляция. И, как я уже говорила, в Угалы тоже будет видеотрансляция не только концерту, но и мастер-класс. И, конечно, в Латгалии будет в Балвы, Вилека и Валмейер тоже. Подключиться как можно будет к этой трансляции? Я хотела сказать, имела в виду то, что можно будет увидеть в зале. В зале будет экран. Понятно. Скажите, вот для музыкантов, которые... Вот органисты. Достаточно ли количество сейчас, ну, на эти 300 органов, органистов требуется ли, может быть, нет ли... Или, наоборот, перепроизводство органистов, учитывая, что если музыкант, который играет, например, на скрипке, эту скрипку он может купить в магазине, орган так просто не купишь и не будешь с ним выступать. То есть это уникальность вот именно этого инструмента, то, что это ограниченное количество инструментов, которые уже установлены, какие-то из них, может быть, реставрируются, значит, они на какое-то время будут тоже недоступны. Вот в Латвии сейчас сколько вот органистов примерно, вот хватает ли им органов, или, наоборот, еще можно выпускать органистов и готовить их? Хватает ли органистов на органы? Да, органы. Ну да, но вот я имею в виду, что достаточное ли количество музыкантов, нет ли такого, что, скажем, простаивают инструменты, на них некому играть, или, наоборот, выстраивается очередь, и уже музыканты переживают, что, к сожалению, вот все инструменты разобраны, расписаны, и я вот хотел бы исполнить, но у меня нет времени, к сожалению. Ну, конечно, органов в Латвии намного больше, чем органистов. Это само собой. Но у нас очень активное поколение, и те органисты профессиональные, которые есть, есть, они с удовольствием выступают не только в Риге, но и во всей Латвии, и за рубежом. Я думаю, что мы сможем, наше поколение, играть на все инструменты и показать латвической публике, насколько наша Латвия богата нашим историческим инструментом. Как вообще музыкант, который, может быть, не играл на этом органе, вот как ему, я не знаю, укротить этот инструмент, вот как ему подобрать ключ вот к этому инструменту, потому что, ведь он, если, опять-таки, вот скрипка эта твоя, ты сам за нее отвечаешь, ты ее настраиваешь, орган, вот люди, ну, музыканты приезжают и сталкиваются с совершенно новым инструментом, но для них новым. Ну, конечно, органисту надо приспосабливаться к каждому инструменту, потому что каждый орган совершенно иной, и очень много мастеров со своим почерком, бывают маленькие органчики, бывают очень большие, бывают трехмануальные, четырехмануальные инструменты в Домском соборе, бывают очень малюсенькие инструменты, по размерам очень разные, и даже по прикосновлению клавиши очень, но органист, он, если он хороший органист, он очень должен приспосабливаться к этим инструментам. Ну, если есть возможность, я хотела бы рассказать еще об одном концерте. Конечно, конечно, да. Через, буквально через неделю, 11 июня, в субботу, мы очень-очень ждем слушателей в Риге, в церкви Святого Павла. Там будет очень-очень интересных два концерта, одна программа, музыка мультфильмов. Организуют эти концерты О-концерт, и там будут участвовать, я, как органистка, и мы, я буду играть вместе с Виланчелли Ириной Валикжаниной, с крепачом Гидоном Гринбергом и ударными Вирджиной Лауба Вейтене. И мы вместе подготовили программу, музыку мультфильмов. Для меня это очень-очень интересная программа, я никогда на органе не исполняла музыку, фантазии Диснея. Здесь мы хотим сказать, что здесь, конечно, вот будут, что очень часто в мультфильмах использовалась классическая музыка. И там вот, ну и фантазия Диснея, она действительно, она туда, она очень вобрала в себя все лучшие произведения мира, классические, поэтому для Диснея было невероятно интересно визуализировать музыку. Она рождала у него какие-то образы в голове, любимые произведения классики. И поэтому это вот для него был очень важный мультфильм, который, может быть, не имел такого успеха, когда вышел на экраны, а сейчас он считается классикой. Это произведение, фантазия Диснея, влияло очень на историю кинематографа, на возможности кино. Мы будем исполнять и красавицы, и чудовища, ходячий замок, Аладдин, Щелкунчик, музыка Чайковского, Король Лев, Спящая Красавица. Приглашаем всех, и не только маленьких слушателей, а особенно взрослых. Как сказать, музыка для ребенка, который живет в каждом из нас. И билеты можно приобрести тоже в сайте о концерт ЛВ. И, конечно, тоже будет видеотрансляция, можно будет на экране видеть музыкантов. Ну, как всегда. Так, приглашаем. Я просто обращу внимание, что будет два концерта, один в три часа, другой в шесть часов, поэтому, может быть, если с детьми удобнее, наверное, будет прийти в три часа, если, может быть, взрослым, им даже удобнее вечером выбраться в шесть часов. Ну, я думаю, как удобнее. Два концерта, потому что интерес на эту программу очень-очень большой. Так что поторопитесь, пока есть еще билеты, кстати, совсем-совсем недорогие. И вот, да, у меня был вопрос, вот вы упомянули о том, что звук органа отличается разных органов, они звучат по-разному. Вот как тогда, в самом деле, мы привыкли, что одно и то же произведение вроде должно быть одинаково, но получается, что на разных органах оно может звучать совсем по-разному. Совершенно по-другому, потому что разные трубы, разные механизмы органа, по-разному интонирован инструмент. Это зависит от почерка мастера. И не только от мастера, но зависит тоже и от времени, когда этот инструмент был построен. Инструменты из века барокко звучат совершенно по-разному, как из 20 века. А сейчас вот современные органы, часто ли их, ну, строят, устанавливаются ли они, ну, насколько часто? Это очень-очень дорогие проекты, но я очень рада, что в нашем, в нашей маленькой стране в Энспилсе тоже вот построен совершенно новый орган, буквально несколько лет назад. Да, вот насколько поразительно, что более 300... В концертном зале Энспилс. Более 300 органов по всей Латвии, и они расположены не только в Лиге, не только там в таких крупных городах, но и можно найти их в городах не очень больших. Так что этот фестиваль, надеемся, будет очень-очень востребован. Как программа фестиваля, фестиваль, очевидно, тоже на о-концерт.лв, можно найти там все, если вдруг кто-то забыл, кто-то не отметил, какой-то полюбившийся ему концерт, можно зайти о-дефис-концерт.лв, и вы обязательно увидите список всех концертов с адресами, временем, поэтому это все очень удобно. И опять-таки, все концерты, фестивали, они за пожертвования, и я понимаю, что, если, ну, скажем, малообеспеченные семьи, они могут совершенно спокойно посетить бесплатно. Да, всем добро пожаловать. Мы хотим, чтобы органная музыка звучала по всей Латвии, и всем была бы возможность ее послушать. Спасибо большое, Илона Бергеле, художественный руководитель вот фестиваля исторических органов, фестиваль, который проходит, вот уже начинается в это воскресенье, и девять концертов пройдут на протяжении всего лета, и также вот в шестой раз проходит все это мероприятие. Органистка Илона Бергеле была сегодня в нашем эфире. Спасибо большое. Большое спасибо вам. До свидания. До свидания. Радиоболтком Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова